Итак, всем привет! Вы снова на канале Skyward. С вами снова я, Вадим. И что ж, я продолжаю вас знакомить с главами книги писателя Харуки Мураками под названием «Бесцветный цскур Тадзаки и годы его странствий». Сегодня на очереди следующая глава. И видите, опять я поменял локацию. Так никто мне и пока не написал, как вам такой формат. На улице и все время со сменой локации. Просто меняется настроение. Интересно, от визуального меняется и понимание настроения самой книги. Вот это я как раз и хотел спросить. Итак, я продолжу. Как Ицкуру, тот парень, ходил туда плавать по утрам. Вскоре они привыкли, друг к другу и стали общаться уже на коротке. Поплавал, оба вместе одевались, а то и завтракали в кафе. Учился он на физфаке. Разговоры будущего физика и инженера, пусть даже из одного луза, поначалу напоминали беседы между представителями разных цивилизаций. И чем же ты занимаешься на своем стройфаке, спрашивал студент-физик. Строю станции. Станции? Какие станции? Железнодорожные и орбитальные же. Но почему именно железнодорожные? Ну, потому что они нужны людям. Отвечалось Скоро так, словно это разумелось само собой. Занятно, с интересом тянул физик. Станции нужны людям. Но ведь они и тебе нужны. Как бы ты без них, без станции, садился на поезд? Ну, на поезд без них, конечно, и сесть. Это да, но все-таки я даже не представлял, что на свете есть люди, одержимые их строительством. Кто-то придумывает музыку для струнных квартетов. Кто-то выращивает помидоры и салат. Казалось ему тогда, скоро. Так что и для строителей станции дело найдется. А сам я не так уж и одержим. Просто люблю иметь дело в чем-то конкретном. Прости за бестактность, но найти в жизни что-нибудь конкретное и по-настоящему этим интересоваться уже само по себе достижение. Разве нет? Скору подумал, не издевается ли над ним и взглянул в простодушное лицо собеседника. Но тот, похоже, и в самом деле так думал. Всерьез и без тени сомнения. Ты Скору, наверное, любишь мастерить. Вот и имя у тебя такое созидательное. Ну да, ответил Скору. Всегда любил что-нибудь конструировать. А вот у меня не так. Я сроду ничего реального создавать не умел. В школе на уроках туда никакие поделки у меня не получались. Даже из детского конструктора, где все расписано по шагам, не мог ничего собрать как надо. Про всякие там абстракции размышлять, вот это по мне, никогда не устану. А вот создать ничего не способен. Ему, правда, готовить еду, правда, готовить люблю, но стряпня, сам понимаешь, процесс скорее разрушения, а не созидания. Ну, в общем, таким неумехом, как я, на стройфаке не место. И чем же ты хочешь заниматься? Приятел немного подумал. Ну, не знаю. Я, в отличие от тебя, не могу сказать, вот, мол, хочу заниматься конкретно тем или этим. Больше всего люблю просто думать как можно глубже. Свободные мысли в чистом виде. Все. Хотя думать свободные мысли в чистом виде – это в каком-то смысле все равно, что создавать пустоту. Но немного создателя пустоты в этом мире тоже не помешает. Приятель рассмеялся. Если все начнут вместо помидоров и салата создавать пустоту, боюсь, в этом мире будет не очень-то уютно жить. Наши мысли, как бороды, сказал Цикоро, у мужчин их не бывает, пока не вырастут. Не помню. Кто это сказал? Вольтер, отозвался приятель-младшекурсник. И, потирая гладкий подбородок, улыбнулся светло и открыто. Ну, ко мне эта фраза неприменима. Бороды пока не выросла. Зато думать всякие мысли с детства люблю. Кожа на его лице и правда была, как у ребенка. Брови тонкие, но густые, а уши похожи на морские ракушки. Наверное, Вольтер все же говорил не о мыслях, как таковых, а о рассуждениях, сказал Цикоро. Приятель чуть заметно кинул. А рассуждения приходят от страданий. И ни возраст, ни борода оттуда ни при чем. Звали его Хайда. Фумияки Хайда. Когда он представился, Цикоро тут же подумал. Ну вот, еще одна цветная фамилия. Мистер Грей. Хотя, конечно, серый – это скорее отсутствие цвета, а не наличие. Оба довольно замкнутые по характеру. Они болтали так все увлечения и вскоре подружились. Встречались каждое утро в одно и то же время и вместе плавали. Оба кролем на длинной дистанции. Но Хайда сначала немного быстрее. С детства он ходил в секцию плавания и приучился грестить так, чтобы не расходовать силы зря. Его лопатки порхали над водой, как крылья бабочки. Впрочем, он постоянно объяснял Цикуру, как лучше двигаться. И вскоре они уже плавали с одинаковой скоростью. А разговоры, поначалу сводившиеся только к технике плавания, превратились в беседы в самые разные темы. Хайда был невысоким и симпатичным. Лицо узкое, слегка вытянутое, точно у древнегреческих статуй. Отличалось интеллектом и элегантностью. Которую после нескольких встреч начинаешь воспринимать, как нечто совершенно естественное. Ничего общего с кукольными красавчиками, чья смазливость бросается всем в глаза. Коротко стриженный, вечно какой-то слегка перекрученный, в одних и тех же светлых парусиновых брюках, эдакий небрежно расслабленный. При этом, во что бы ни одевался, все вещи смотрелись на нем очень естественно. Больше всего любил книги, хотя, как и Цкуру, современные прозы почти не знал. Предпочитал труды по философии или классику. Еще он ценил драмы, древнегреческие, и Шекспира. И отлично разбирался в театрах, но и бунраку. Родман был из префектуры Аки, светлой кожей, с длинными пальцами. Алкоголь, как и сам Цкуру, переносил с трудом. Зато отличал на слух Мендельсона от Шумана, чем Цкуру похвастать не мог. Страшно застенчив, во всяком компании больше двух человек любил оставаться незаметным. Тем загадочнее для такой натуры смотрелся глубокий шрам на шее, длиной сантиметра четыре, как от ножа. В Токио Хайда приехал той весной и поселился в студенческом общежитии недалеко от вуза, но подружиться пока ни с кем не успел. Поняв, что у них много общего, они начали видеться чаще, и Хайда стал появляться у Цкуру в гостях. Шикарное логово для простого студента. С любопытством забит его, зайдя в гости впервые. Отец ногой заведет риэлторской фирмы, у которой несколько квартир в Токио, объяснил Цкуру. Пока они пустуют, меня пускают пожить. До меня здесь жила старшая сестра, закончила вуз, съехала, теперь живу я. Все на контору оформлено. Так твои предки богачи? Ну, да как сказать? Богачи и не богачи, я и сам не пойму, если честно. Да и отец вряд ли сможет сказать, сколько он стоит на самом деле, пока не соберет за одним столом бухгалтера, адвоката, аудитора и консультанта по инвестициям. Ну, пока не бедствует, дает вот мне здесь пожить. И на том спасибо. Но тебя, похоже, этот бизнес не привлекает? Нисколечко. В таком бизнесе нужно постоянно что-то передвигать, то справа налево, то слева направо. Большие деньги, огромные суммы. У меня ко всей этой возне душа не лежит. Все-таки я не отец. Некуда радостней строить станции, пускай это и не так прибыльно. Ограничивать интерес? Уточнил Хайда широко улыбалась. С этой квартиры элитные доушки в районе Дио-Ка-Гао-Ка скоро так никуда и не съехал. Окончил вуз и поступил в солидную фирму с главным офисом на Цинзюку. А жить остался там же. Когда ему стукнуло 30, отец умер и квартира досталась скуру наследство. Похоже, отец с самого начала планировал завещать эту недвижимость сыну и переоформил ее на имя отскуры. Ничего вам в этом не сообщил. Риелторский бездон отца унаследовал муж старой сестры и скуру приспокойно строил дальше свои станции, а в ногой почти не возвращался. Приехав на похороны отца, он смутно надеялся, что хоть кто-нибудь из четверых друзей навести этого с соболезненным. Я еще думал, если это случится, какими словами их встретить, как с ними общаться. Но никто не появился. Скоро воспринял это как обидой, так и с облегчением. Неужели все вот так? Так и закончилось, думала. Больше в прошлое не вернуться. Каждый из нас теперь за 30. Хватит уже мечтать о нерушимом братстве людей. То ли в журнале, то ли в газете цкуру как-то вычитал, что по статистике большинству людей на свете не нравятся их имена. Сам он, впрочем, принадлежал скорее к счастливому меньшинству. Ну, по крайней мере, никогда не сожалел о том, как его зовут. Да и представить себе жизнь под другим именем и фамилией у него все равно толком не получалось. Официально звали цкуру Тадзаки, но иероглиф цкуру читался не по правилам. Его приходилось прописывать каной. Большинство знакомых так и думало, что иероглифа его имени нет. А по-китайски тот иероглиф читался саку, отчего мать-сестра так и звали его саку или сакутян для удобства. Назвать первого сына глаголом создавать отец решил задолго до рождения самого цкуру, поскольку сам был человеком весьма далеким от созидания чего-либо конкретного. А может, его посетило нечто вроде небесного откровения, шарахнуло неслышным громом, опалило невидимой молнией, и та выжгла у него в подсознании назови своего ребенка цкуру. Впрочем, об этом отец никогда не рассказывал. Ни самому цкуру, никому бы то ни было еще. Как вспоминала мать, после тех похорон очень долго отец не мог выбрать, каким из двух иероглифов цкуру это не лучше записывать. Оба знака по-японски читались одинаково, но на письме создают разные впечатления. Второй по-китайски кисо ближе к высокопарному созидать, творить. Именно его сперва предложила мать, но отец поломал голову еще несколько дней и в итоге остановился на приземленном создавать, производить. Он считал, что знак созидать накладывает на человека более тяжкое время жизни, а создавать читается так же, но к великим подвигам не обязывает, и с ним человек живется весело, нелегко, как бы там ни было, имя для тебя отец обдумал очень серьезно, подчеркнула мать, все-таки первый сын. И хотя отношения скоро с отцом никогда не отличались теплотой, воле родителя приходилось повиноваться, да и сам он считал, что создавать подходит ему куда лучше, ибо в своей натуре ничего особенного творческого не отыскивал. Хотя, насколько это облегчило ему время жизни, судить не брался. Может, и правда, созидательным ему жилось бы несколько иначе, но вот, что тяжелее, так он и стал Цикуру Тадзаки. А до того был безымянным, хаотичным, ничтожественным куском розового мяса, весом в 3 кило, прооравшим всю ночь напролет. Но уже на рассвете ему дали имя, после чего у него включился мозг, заработала память, и он, наконец, осознал себя. Имя стало отправной точкой для всей его дальнейшей жизни. Отца звали Тосио. Лучшего имени для такого человека придумать сложно. Тосио Тадзаки. Человек, который из всего извлекает прибыль. Из нищеброда без иена за душей превратился в крупного торговца недвижимостью, на волне экономического бума 90-х добился успеха и умер от рака легких в 64 года. Но это случилось гораздо позже, когда Цикуру познакомился с Хайдой. Отец был еще жив и, выкуривая за день с полсотни сигарет без фильтра, упорно и агрессивно Скулпауэр перепродавал квартиры в элитных токийских высотках. Японский мыльный пузырь уже лопнул, но отец умудрился предвидеть все серьезные риски заранее. Прибыль распределил грамотно и не разорился, и даже его легкие пока оставались в порядке. А мой отец преподает философию в универе в Аките, рассказал Хайд, тоже любитель всяких абстрактов. Вечно слушает классику, по уши в книгах, которые никто кроме него не читает. С деньгами обращается как дитя малое. Только получит и сразу тратит на книжки и пластинки. Ни о семейном бюджете, ни о накоплениях вообще не думает. Постоянно в облаках летает. Я только потому и смог учиться в Токио, что этот вуз недорогой и общага бесплатная. Значит, учиться на физика выгоднее, чем на философа, точнее, скоро? После выпуска что у тех, что и у других примерно одинаковые дыры в карманах? Нет, конечно, если Нобелевку получишь, дело другое, ответил Хайд и опять улыбнулся. Ни братьев, ни сестер у Хайды не было, ни друзей. На друзей ему не везло. С детства он любил только собак и классическую музыку. В общежитии слушать классику, а тем более держать собак, было негде. А потому он частенько приходил к Цкуру с пачкой компакт-дисков и слушал все это у него. Большинство музыки он брал на прокат в универской библиотеке, хотя иногда приносил свои старые виниловые пластинки. У Цкуру дома был очень хороший проигрыватель, но все диски, оставшиеся от сестра ограничились попсой, вроде Барри Манило и Пэтчо Бойс, так что сам он вертушку почти не включал. Хай даже больше всего любил классику инструментальную, камерную или оперную, произведения, в которых безстранно гремит оркестр, его не интересовали, хотя обычно Цкуру к классике, да и к музыке в целом был равнодушен, слушать что-то вместе с Хайдой ему нравилось. Однажды тот поставил какую-то фортепианную песу, и Цкуру вдруг поймал себя на том, что уже слышал это раньше, и не однажды, что за произведение кто написал, он понятия не имел. Тихая, печальная тема сперва задается медленными отрывистыми аккордами, а потом переходит в череду вариаций, оторвав взгляд от книги Цкуру спросил, что сейчас звучит. Фернс-лист. Ле маль де Пуаз, ответил Хайда. Цикл года странствия, из его первой тетради, когда он еще в Швейцарии жил. Ре ма руд, не понял Цкуру. Ле маль дюпей, говорит Хайда. Это по-французски. Чаще всего переводят как ностальгия или меланхолия. Но если разобраться, это скорее неизъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле, непростое название, трудно перевести адекватно. Одна моя знакомая часто это играла, сказал Цкуру. Одноклассница в школе. Я тоже люблю эту вещь, кинул Хайда. Чуть ли не с детства, хотя они мало кто знает. А это твоя одноклассница. Хорошо играла? Да. Да я в музыке не спец, судить не грустно, но когда слушал, чувствовал, что красиво. Как бы лучше сказать, с тихой грустью, но не сентиментально. Если ты так чувствовал, видимо, играла хорошо с кинохайда. Технически эта пьеса кажется простенькой, но в ней очень коварные интонации. Если просто играть по нотам, слушать неинтересно. И наоборот, если слишком манерно выпиливать, звучит дешевко. И даже то, как давить на педали, меняет весь характер пьесы. А это кто играет? Лазер Берман, русский пианист. Так исполняет листа, как художник пейзажа пишет. Фортепианные пьесы у листа принято слишком техничными. Неглубокими. Но вот, пожалуйста, среди них попадаются такие, как бы, с вывертом. А если внимательно переслушать все, можно понять, сколько глубины таится за этой внешней техничностью. Особенно здесь, в доске пародий. Среди современных пианистов почти никто не умеет исполнять листа правильно и красиво. На мой вкус, из сравнительно недавних это Берман, а и совсем старых только Клаудио орао и больше никто. Заговорив о любой музыке, Хайд уже не мог остановиться, он пустился перечислять особенности исполнения Бермана музыки листа, но цкуру уже почти и слушал. В память его проступила фигурка белой, игравшей когда-то эту мелодию. Ясно, объемно, будто само время потекло спять, и он вернулся в те прекрасные минуты полузабытого прошлого. Вот рояль Ямаха в гостиной у нее дома, словно в гармонии с ее строгостью, всегда настроен безупречно. На лакированной поверхности ни пятнышка, ни отпечатка пальцев. Лучи после обеденного солнца на полу тени кипариса в садике за окном, кружевная занавеска поторогиватого ветра, на столе чашки с чаем, ее черные волосы, собранные в хост, на затылке, взгляд сосредоточенный на странице с нотами, длинные изящные пальцы на клавишах, ступни неожиданно сильно и точно управляющие педалями, белые икры, словно из фарфора с глазурью. Когда ее просили что-нибудь сыграть, она часто исполняла именно эту мелодию «Люмаль дупейр». Неизъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле. Ностальгия или меланхолия. Прикрыв глаза, скоро слушался музыка и внезапно что-то внутри скрутило так, что перехватило дыхание, словно незаметно для себя он вдохнул облако пыли. Закончилась эта мелодия, началась следующая, он все и не прочь. Хайда смотрел на него пристально. «Если не возражаюсь, пускай эти диски побудут пока у тебя», предложил он наконец прячь пластинку в конверт. «Все равно у меня в общаге и негде слушать». Так три пластинки в одной коробке перекочевали в жилище Цкуру, где и стоят до сих пор. На одной полке с Барри Манилон и Пэтшоп Мойз. А еще Хайда отлично готовил. И благодарен за то, что Цкуру давал ему слушать музыку. Он частенько приносил с собой купленные по дороге продукты, шел на кухню и готовил еду. Кастрюль, сковородок и прочие утвари сестра села целый набор, и вместе с которым он унаследовал необходимость отвечать на звонки ее бывших парней. Всякий раз одно и то же. «Простите, но моя сестра здесь больше не живет?» Так что два или три раза в неделю Цкуру и Хайда еще и ужинали вместе. Слушали музыку, болтали о чем-нибудь и поедали то, что приготовил гость. Обычно Хайда делал что-нибудь на скорый рук, но по выходным, когда больше времени старался вовсю. Но вкусно было всегда. Чем-чем кулинарным талантом природа его наградила. Будь то банальный омлет или простой суп-мисо или сливочный соус или испанская паэля, за что бы ни брался, все получалось мастерски и очень изысканно. Оставлять тебя на физфаке расточительство подшо-четского. Да ты просто обязан открыть свой ресторан. А что, неплохая мысль, смеялся Хайда. Но я не люблю надолго привязываться к этому месту. Хочется жить свободно. Куда захотел, туда и пошел. Но так жить очень непросто. Не просто, ты прав, но я для себя уже это решил. Буду жить свободно. Готовить я, конечно, тоже люблю, но вертеться на кухне, как на работе у меня желания нет. Иначе я наверняка начну кого-нибудь ненавидеть. Кого? Повар ненавидит официанта, но оба ненавидят посетителей, ответил Хайда. Так писал Арнольд Уэскер в пьесе кухни. Человек, у которого отняли свободу, обязательно станет кого-нибудь ненавидеть. Разве нет? А я так жить не хочу. Ты хочешь жить ни к чему не привязанным? Хозяин своих мыслей? И именно так. Но быть хозяином собственной мысли это уже непросто. Быть хозяином своих мыслей это все равно, что быть хозяином своего тела и выходить из него, когда тебе нужно. Просто покидаешь свою плеть, отрицаешь свою физическую оболочку, когда уже совсем не моготу, сбрасываешь ее точно оковы и запускаешь логику свободный полет и позволяешь этой логике жить своей жизнью. Вот главный принцип любой медитации. Ну, как все сложно. Хайда покачал голову. Вовсе нет. Конечно, смотря о чем думаешь, но в принципе ничего сложного. Очень многие делают это неосознанно, просто чтобы не сойти с ума. Хотя сами этого не замечают. Скоро задумывался. ему нравились философские лабиринты, по которым они с Хайдой то и дело плутали. В подобных беседах обычно молчаливый отцкуров вдруг становился чуть ли не болтуном. Так сильно выцепляли слова этого младшекурсника. Ничего подобного с ним до сих пор не случалось. Даже неразлучной пятерки он почти всегда был слушателем. Но мне кажется, сказал хозяин своих мыслей не станешь. Именно, кинул Хайдор, очень похоже на умение видеть сны, которые тебе хочется. Обычным людям такое не под силу. Но ты полагаешь, что смог бы научиться? Возможно, ответил Хайдор. Боюсь, на физфаке претеха такому не учат. Хайдор смеялся. А я и не рассчитываю обучиться этому в УЗИ. Мне нужны только физическая свобода и время, и ничего больше. Для одного лишь определения, что такое мысль в голове, все эти академики наворачивают кучу научных терпий. А это уже никуда не годится. Ведь созидание имитация свободного, ничем не связанного мыслительного процесса, так считал реалист Вальтер. И ты с этим согласен? У любой вещи или явления есть свои рамки. Точно так же, как и есть у мыслей. Самих рамок бояться не стоит, как не стоит бояться их разрушать. Разрушение рамок первичное условие для свободы, уважение к рамкам, но и ненависть к ним же. А что при этом нужно для жизни? Это уже вторично. Вот и все. Тогда у меня вопрос. В самых разных верованиях большинство пророков получает откровение через глубокий транс или экстаз. Так? Так. Но это происходит уже за рамками свободной воли. Так? Ведь тогда пророк пассив, а откровение актив. Так. В итоге откровение превосходит рамки пророка и становится вездесущим. Так? Именно. То есть без отрицания первичного не будет и вторичного. Верно? Хайда молча кинул. Вот это непонятно. В чем же тогда ценность свободы воли? Замечательный вопрос, сказал Хайда и улыбнулся. Точно кошка, дремлющая на санцепёке. На него и ответить пока не могу. Скоро Хайда начал оставаться вот скоро на ночь по выходным. Они болтали допоздна, а потом Хайда стелил себе на диване в гостиной и засыпал. А наутро варил обоим кофе и жарил омлет. Кофе он относился очень привередлив. Всегда приносил с собой ароматные, тщательно прожаренные кофейные зионы и маленькую электрическую кофемолку. Другого столь нищего студента повернуло на вкус и запах и кофе. Не нашлось бы, наверное, в целом Токио. Своему новому другу Скоро рассказывал о себе много и откровенно. Но вот только историю с четырьмя бывшими друзьями в ногой старательно избегал. Даже заикнуться об этом не мог. Слишком глубокую душевную рану он тогда получил и слишком свежим еще оставались воспоминания. И все-таки в разговорах с Хайд ему удавалось забыть о страшной потере. Впрочем, нет, забыть не то слово. Когда все лучшие друзья разом отворачиваются от тебя, боль такого удара остается в душе навсегда. эта боль отступала время от времени, будто вода прятливая. Кто просто спускал дощи, кто уходил отдачи, так что и не разглядеть. И тогда он физически ощущал, пусть ненадолго, как Токио, будто новорожденный кулачок суши вдруг обнажается под ним, и он наконец-то пускает корни. Им зарождается какая-то новая жизнь, пусть одинокая и неприметная. Те жуткие дни в ногой отходят и это несомненно большое достижение, все благодаря ему другу Хай. А тот по-любому вопрос имел свое мнение, внятное и обоснованное. Чем дольше они встречались, тем больше невольного уважения вызывал этот парень Уцкуру. Хотя чем привлекал Хай Дон сам, этого Цкуру понять не мог. Но как бы то ни было, болтали они всегда увлеченные и подолго, о чем бы не заходила речь. И все-таки оставаясь один Цкуру подумал о том, чтобы обзавестись подругой, обнимать ее, нежно гладить где захочется, вдыхать аромат ее кожи. Для молодого, здорового мужчины желание нормальное. Но всякий раз, когда он начинал думать о женщинах, когда хотелось кого-нибудь обнять, подсознание почему-то сразу являлись белые и черные. Неразлучная парочка. Они занимались собой весь мир его фантазий. И это его подвергало в тяжкую, неописуемой депрессию. Почему они никак не остаются в покое? Обе ведь ясно дали понятие, увидеть тебя не желаем. И ни о чем говорить с тобой не хотим. Почему же тогда они молча не сгинут из его сердца? В свои 20 лет скоро еще ни с кем не переспал. Целовался это всего пару раз и пока еще никого не выманил на свидание. Иногда он думал, что возможно какой-то системный изъян таится в нем самому. Некий психологический барьер мешает естественному ходу его жизни. Связано ли это с отречением четырех ближайших друзей или проблема не в том, а просто вот такое же он с рождения, Скоро толком не понимал. Однажды, субботним вечером, Скоро с Хайдой соседелись допоздна, и вдруг заговорили о смерти, о том, что любому человеку когда-нибудь придется умереть и что каждый вынужден жить с предчувствием своей кончины. Оба рассуждали об этих и сейчас скорее умозрительно. Скоро хотел рассказать Хайде, как он зависал на границе жизни и смерти, как серьезно после этого изменился и душой, и телом, и какие странные видения посещали в те дни. Но тогда бы пришлось рассказать и о том, почему так случилось. всю историю от начала до конца. А потому он просто молчал, слушая рассуждения Хайда. Ближе к полуночи разговоры с сякой в квартире стало тихо. Обычно в таких случаях они ложились спать. Оба жаворники любили вставать с рассвета. Однако на этот раз Хайда долго сидел по-турецки на диване в глубокой задумчивости, а затем как-то неуверенно произнес. Насчет смерти вспоминай одну историю мне отец рассказывал о том, что он якобы пережил, когда ему сполнились двадцать. Время насколько мне сейчас. Излагал он ее часто, так что я запомнил во всех подробностях. История очень странная, поверить в нее трудно, но отец мой не из тех, кто стал бы врать о таком, да и небылиц сочинять никогда не умел. Сам знаешь, если человек повторяет какую-то небылицу, он постоянно от рассказа к рассказу что-нибудь не меняет. То финал прекратит другое то, забудет, что в прошлый раз начинал. Но эта отцовская история не менялась никогда вплоть до мельчайших деталей. Так что возможно он и правда это пережил. Мне как сыну только остается в это верить. А ты, не зная моего папажа, можешь и не верить, решай сам. Тогда просто знай, что такая история существует. Можешь воспринимать ее как народное творчество или страшилку. Вообще-то она длинная, а уже поздно. Рассказывать? Конечно, давай, ответил Скор. Я пока спать не хочу. Ну вот, дорогие мои, это была очередная глава японского писателя Харуку Муруками и его книги «Бесцветный Скору Тадзаки и годы его странствий». Хочется все услышать в ваших комментариях, пока я их не слышу. Я их настойчиво повторяю и в этот раз тоже прошу сказать хоть пару слов о том, знаете ли вы этого писателя, как вам эта книга. Ну и о новом формате, который я сейчас использую при записи очередных глав. Все время меняю локацию и все время записываю на улицу. На этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Skyward. С вами был я, Вадим. Всем пока. До новых встреч, до новых локаций, дорогие мои. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok